Микс Ньюз. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Председатель правления Ригасмэжа Эварстауринш у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Поговорим мы сегодня о лесе и о том, как живет, и чем живет Ригасмэжа. Я так понимаю, что под ваше крыло входит и тот же межапарк, например, который развивается очень-очень сейчас. И парки в том числе тоже под вами вы ими руководите. Вот сейчас такой активный сезон, наверное, садоводства закончился. Многие замечают и замечали, что там и в честь столетия тоже было много достаточно всего посвящено в этой сфере. То есть ты идешь по парку, вроде как не замечаешь, но если остановишься на скамеечку, присядешь, то как бы начинаешь понимать, что меняется к лучшему и приятно находиться. Что вы о прошедшем сезоне можете сказать? Во-первых, приятно слышать, что если есть время на маленькую остановку или даже пробегая через наши парки и сады в городе, не только в центре, люди замечают то, что есть какие-то красивые места, есть какие-то перемены. И действительно, мы уже восьмой год работаем вместе с нашими коллегами, которые ухаживают за парки и сады. И надо сказать, что эти семь лет полных уже и восьмой год дают о себе знать. Я думаю, есть какие-то положительные изменения. Когда-то была такая тенденция увеличить площадь газона, теперь мы стараемся увеличить площадь цветов, клумб цветов. Поэтому я думаю, есть какие-то изменения. Но если смотреть на этот сезон, надо сказать, если о цветах, мы как-то лес пока немножко оставим в сторонке. Если о цветах в городе, то в первую очередь я всё-таки хочу сказать и напомнить, сейчас хоть осень, ноябрь самый такой тёмный, дождливый, неприятный месяц. Но помним весну, когда начинается цветение цветов, и мы поставили уже несколько лет назад перед собой такую задачу, чтобы как раз весенние цветы были самые красивые. И мы вернулись к тому, что было какое-то время забито, у нас появились опять нарциссы, тюльпаны, хиацинты и так далее. Мы хотим, чтобы каждый год, когда мы все очень ждём весну, чтобы как раз эта весна пришла с этими цветами. И мы много тратим сил, тратим и денежку на это дело, и покупаем вот эти цветы, чтобы как раз каждую весну наши люди радовались приходом весны. Потому что потом, когда уже лето, тогда клумбы цветут, они очень красивые и разнообразные, мы над этим тоже много работаем. Но вот эти первые впечатления после зимы, после того, когда мы все заждались весну, мы встречаем с многими християми очень хорошими клумбами весенних цветов. Вот эти клумбы, которые были возле национальной оперы, совершенно замечательные. Это тоже кому-то идея такая интересная пришла в голову, да? Ну, во-первых, опять приятно слышать, что они замечательные клумбы. И мы тоже так считаем, потому что большая всем известная клумба у оперы, она была как бы такая традиционная, и там использовали уже рутинные такие подходы, чтобы всё время было одно и то же. Ну вот у нас поменялся дизайнер, архитектор по ландшафту, новый человек с новыми идеями и предложил немножко ввести эту традиционную, рутинную нашу посредневность в отношении клумб у оперы и что-то новое. И вообще эта тенденция, которую мы использовали, или тот подход, который мы использовали в клумбе у оперы, это такая тенденция сейчас европейская, что надо немножко делать, ну, не так это всё классически, академически. И я думаю, что когда это уже было где-то июль, тогда мы все увидели, а в августе особенно, какая-то интересная, красивая, хорошая клумба. Правда, мы встретились с непониманием, но мы это уже привыкли, что многие люди судят о том, что мы делаем в тот момент, когда ещё рабочий процесс или самое начало. И мы можем все представить, что клумбу нельзя смотреть день или неделю после того, как она посажена. Надо дать цветочку, чтобы он принял силы и расчёл, и тогда это всё видно. Ну и, конечно, вот сегодня первый день работы нового директора оперы, нам с ним всё равно придётся сотрудничать, как и с предыдущим. Но было очень обидно, когда весной уважаемый композитор, директор национальной оперы господин Лепинич назвал это «Муха с ранкой». Я извиняюсь за такое выражение, но цитирую, так сказать, интеллигенцию нашей страны, смотря на нашу клумбу. Но опять вот то, что я сегодня слышал, а потом совсем недавно я летел в самолёте «Аэрболтика», у них есть свой журнал, как мы знаем, и там гостиница «Копинский» себе рекламировала, используя эту клумбу. Сперва видна большая эта клумба, а потом дали гостиницу «Копинский». Ну, это была такая компенсация, и так было приятно, что всё стало на своих местах. Всё-таки время расстанет. Там были такие уникальные даже для Латвии цветы, всё-таки они прижились у нас, да? Вы знаете, над этим надо всегда работать, надо смотреть, надо быть очень осторожным, надо учитывать климатические изменения, которые есть, ну и надо трудиться. Любой цветок, в принципе, ну почти любой цветок может расцветить и у нас, если за ним ухаживать, да? Мы это все знаем. Поэтому я всегда снимаю шапку перед своими коллегами, которые работают прямо вот там, в клумбе или в лесу, которые, как мы называем, находятся в первых окопах, окопах, да, правильно? Это, наверное, по-русски, нашего фронта, который мы выдерживаем каждый день, когда мы хотим сделать как можно красивее город и как можно лучше ухаживать за лесами. Вы вот упомянули тюльпаны и нарциссы, такие цветы первые, яркие, действительно, и очень романтичные, в том числе. Как у нас вот люди, которых вы хотите порадовать, не огорчают ли они вас? Иногда не срывает кто-то с клумб вот эти цветы? Вы знаете, есть такая интересная вещь в этой жизни. Я вот уже довольно много прожил, и я понял, и это действительно так происходит. Чем чище, чем более ухоженное место, тем отношение к этому месту тоже лучше. И мы не можем сказать, что у нас есть такие вопиющие факты вандализма. У нас, я думаю, самый большой вандал – это бобьор. Правда, он, слава Богу, не грязет цветы, а деревья, да? А в целом отношение к нашим клумбам очень хорошее. Я думаю, что люди просто… им рука не поднимается. Даже, может быть, кто-то, который бы и хотел испортить тот общий вид, и это очень хорошо. Это свидетельство о том, что наша общество созревает всё больше и больше, и отношения очень положительные. Вот недавно была высадка, если так можно сказать, кустов рододендронов в Межапарке. Ещё продолжается, достраивают эстраду. Ну, вот и 119 самоуправлений, пока их столько до реформы ещё, высадило каждое самоуправление по своему вот этому кусту. Кому эта идея пришла вот такая, объединяющая? Ну, во-первых, Ригас Межи – это то предприятие города, которое уже более 10 лет отвечает за Межапаркс. Это у нас есть договор с городом, и всё, что происходит в Межапарксе во многом, и связано с нами. Поэтому, ну, не скроем, идея родилась у нас, но ещё хотелось успеть пока 119 наших самоуправлений в стране, потому что, когда их будет меньше, тогда ими посадили бы, скорее всего, меньше рододендронов. Но сейчас нам удалось в этом году, октябрь, ещё тот месяц, когда эти кусты можно сажать, и я думаю, что это было очень хорошее, интересное, сердечное, вообще хорошее мероприятие, во-первых. А во-вторых, самое главное, что после этого остаются эти кусты, и мы хотим, чтобы новая эстрада, и она в 2023 году полностью будет закончена, чтобы уже к этому времени наши посажения этого года уже подрослись, и не только эти, и многое другое, что там будет сделано, ну, как бы создавал целый такой единый ансамбль. Ну, об этом надо соблюдаться уже сегодня. И я думаю, что отзывчивость, которая была от наших коллег из всей Латвии, а Межопарк – это, в принципе, единственное место в нашей стране, где действительно все эти наши уголки страны встречаются на празднике песни. Но нет такого другого места, да. Поэтому это было очень символично, это было сердечно, дружно. И, конечно, я думаю, что это остаётся как хороший знак, ну, вот того периода, когда у нас было 119 этих самоуправлений. Останется в памяти. А на Вас никак не повлияло на Межопарк? Может быть, Вы как-то отслеживали вот этот, например, Брасовский мост, то, что его закрыли, и проблемы с передвижением на посещаемость Межопарка? Нет, мы такого не замечаем, потому что, ну, общественный транспорт, который основной доставщик посетителей Межопарка, тот работает, трамвай идёт, автобусы тоже такого нет. И просто мы видим, что с каждым годом вообще растёт интерес к Межопарку. И это, наверное, и связано с тем, что там всё-таки начинает что-то происходить. Я думаю, та работа, которая же проделана по эстраде, это очень серьёзно. И люди даже приходят посмотреть, как происходит этот процесс становления новой эстрады, не говоря о самих возможностях уже провести праздник песни «Столетие». И вот в следующем году у нас уже праздник детей, школьников. Так что это говорит о том, что Межопарк становится всё более интересным. Ну и, не открою, наверное, секрет, об этом уже прозвучало, у нас скоро закончится первый этап для проектирования, это закуп тех проектировщиков, которые это будут делать, в отношении прогулочной тропы над кроном Сосен, которая будет заканчиваться, ну, таким башней, на которой можно будет подняться и увидеть уникальный вид, потому что Рига в этом плане очень интересна для того, чтобы с Межопаркса посмотреть и город, и порт, и озеро, и леса. Так что мы начали уже серьёзно работать над тем, чтобы где-то к 2021 году у нас рядом с эстрадой, рядом с озером появилась вот эта прогулочная тропа с этой башней. И я этих башней, примерно таких, как мы хотим, видел несколько в Европе, да. Это будет очень-очень хорошее ещё такое место, куда людям прийти. Я думаю, что посвящаемость Межопаркса, и будем надеяться, что к тому временем и Брасовский мост будет построен, что количество людей посвященных в Межопарк будет сильно расти. А с парковкой, вот вы не знаете, всё-таки это тоже относится к Межопарку, и знаем, что достаточно сложно. Общественный транспорт, да, легко добраться из центра, действительно, вообще практически из любой точки города. Но вот, например, тот, кто на автомобиле приезжает, это всегда, так думаешь, будет место, не будет место. Ну, появилась сейчас заполнительная парковка, я видел, да. Ну, вообще, если мы немножко шире это возьмём, то когда мы разрабатывали локальную планировку Межопаркса, то Рига как раз боролась за то, чтобы парковочных мест было больше. Мы понимаем общую тенденцию в Европе, что надо больше общественным транспортом ехать и так далее, но если Европа, так сказать, уже была долго избалована собственным транспортом, а мы недавно подключились всё-таки, да, то ясно, что люди очень хотят использовать свой личный транспорт, это всё-таки удобство, это, и если ещё особенно есть дети или постаршие люди, да, это понятно, почему они и хотят ехать на собственных машинах. Это значит, что им надо предоставить эту возможность, машину где-то оставить. Но в течение разработки локального планировки, ну, даже общественное обсуждение, когда было и так далее, все, которые громко говорили, добились того, чтобы парковки было как можно меньше в Межопарксе. Ну, вы знаете, если есть желание, тогда всегда что-то можно решить. Мы не можем сказать, что Рига смежный это может 100% обеспечить, особенно, когда большие мероприятия, но если люди помнят, там, где был когда-то каток и гипподром и так далее, мы называем этот стадион, там 2,7 гектаров такой площади не застроено, и мы уже там сейчас устроили, ну, такой, как мы могли хозяйственным способом автостоянку прошлым годом, и позапрошлым даже, по-моему, мы начали, да, где-то можно 400 машин поставить. Мы хотим эту автостоянку, ну, сделать в соответствии с всеми требованиями и так далее, особенно, когда появится еще эта башня, это очень важно будет. И, ну, где-то 400-450 автомашин можно будет там поставить. Ну, будем думать, может быть, о автобусах, какие варианты еще где-то их разместить. Но есть, наверное, какие-то другие еще решения, которые в будущем мы найдем. А по поводу межопарка еще несколько тем есть. Я напомню, что председатель правления Рига Смэжа Эверста раньше у нас в студии. Если у вас есть вопросы, то звоните и пишите нам в WhatsAppе 2306191. А по поводу межопарка и зимнего парка, который в какой-то момент он очень большой популярности и радость приносил тоже, потому что можно было, не выезжая за город, здесь получить, в общем-то, и горки, и лыжи, и каток. Какие планы на год-два? Во-первых, я тоже очень радуюсь, что та идея о том, что надо создать такой парк, она притворилась в жизни. Я очень доволен тем, что мы нашли очень хорошего партнера для этого, потому что надо отдать почти все должное Юрису Жагарсу, который, вы знаете, Жагаркаунс по Цессис. Он очень профессионально, очень качественно это все делает и с большим энтузиазмом, что мне нравится. С человеком, которому не все равно. И мы очень надеемся в этом году, что тоже будет зимний парк. Тут есть два обстоятельства. Ну, самое главное обстоятельство – погода, потому что вы знаете, какая у нас погода. Мы надеемся, что все-таки какой-то месяц или, ну, не знаю, сколько получится зимних. И господин Жагарс уже готовится. В принципе, он такой на низкой стартовой позиции. Но в этом году еще появилась одна проблема, которую мы, может быть, решим даже на этой неделе со строителями. Потому что приходят конструкции для новой эстрады, и строителям нужны дополнительные площади. И кроме того, и строительная технология такая, что они немножко затрагивают и певческое поле, там, в секторе, где мы устраиваем зимний парк. Поэтому мы хотим в этот четверг как бы еще раз сесть за столом, очень серьезно переговорить с строителями, чтобы четко понять, где строители, где зимний парк, потому что эти две вещи несовместимы. И я скажу откровенно, если вдруг появится такая ситуация, что все-таки для того, чтобы успешно достроить вот эту очередь певческого поля, которая нам нужна к следующему лету, к празднику песни школьников, это будет приоритет. И, ну, я думаю, что компромисс найдем. Ну, всякое может быть. Касательно межопарка, еще одна тема, о которой нельзя не поговорить, это электросамокаты, которые взбодоражили в этом сезоне всех. И в межопарке некоторые операторы позволяли проезжать сквозь межопарк. У некоторых операторов был блок именно на эту зону. Они как-то с вами обсуждали эту тему, там же скорость, и вам тоже надо какие-то риски учитывать. Ну, это, так сказать, последняя новинка, вот эти электросамокаты, или как их назвать, то, конечно, перед этим у нас и много других проблем, которые еще тоже до конца не решены. Во-первых, это велосипедисты и те, которые занимаются роликами, и те, которые просто, ну, первый раз, десятый раз, но тихо, спокойно это делают, к ним вообще очень мало претензий, потому что можно и сочетать и велосипедистов, и пешеходов, и те, которые роликом передвигаются. Но часто появляются уже такие более опытные спортсмены, можно сказать, которые там устраивают и какие-то соревнования между собой. И нам всегда это казалось очень неприемлемо, когда вот такие, ну, трудноконтролируемые, а в опасные потоки появляются. Поэтому мы в прошлом году закончили разработку проекта специального стадиона. Если знаете, где большая поляна, где во время праздников песни размещаются автобусы участников, вот на этой поляне, там достаточно много мест, мы предусмотрели, что там может быть такой стадион именно для тех, которые быстро хотят и спортивно заниматься этими делами. И у нас тогда будет больше аргументации, чтобы, ну, сказать, нет, по дорожкам и по аллеям вам здесь не надо передвигаться. Но пока это у нас только проект готов, правда, уже со всеми красными печатями. Надо смотреть, как будет с деньгами этот вопрос городу. А мы знаем, что город сейчас, ну, довольно так туго живет. Мы больше всего говорим о бюджете. Посмотрим, как у города удастся или в 20-м, может быть, в 21-м году этот решить. Но в отношении вообще движения по Межапарксу столько, сколько может Рига с Межи, но, к сожалению, не те, которые решают до конца эти вопросы, там есть много инстанций. Мы, конечно, боремся за то, чтобы как можно было всяких меньше механических средств передвижения. Все-таки Межапаркс для того, чтобы спокойно там гулять, чтобы можно наслаждаться лесом, теперь рододендром и другими вещами хорошими, да. И меньше было таких, которые, может быть, иногда вызывают какие-то опасные ситуации или раздражают людей, которые хотят спокойно там отдыхать. Да. А вот я думаю, что внимательные режимы знают, что вот Рига с Межи занимаются лесами, которые принадлежат городу за пределами города, да. Вот, может быть, несколько слов об этом. Ну, это вообще, между прочим, такая вечная тема, я бы сказал. Несмотря на то, что в 2025 году Рига с Межи будет отмечать 80-летие, в далеком 1225 году бишоп Альберт подарил первые леса городу, так вот мы считаем, что это день или время рождения такого явления, как Рига с Межи, то многие-многие люди до сих пор не до конца понимают, что такое вообще Рига с Межи. И, наверное, нам придётся, и вот сегодня, воспользуясь этим возможностью, повторить что, или рассказать, что те леса, которые находятся в черте города, это маленькая-маленькая часть, это немножко больше 5% всех тех лесов, которые принадлежат городу Риги. Притом, по-разному принадлежат, прямо городу или через наше предприятие, потому что 12 лет назад, когда была создана наша СИА Рига с Межи, тогда город в нашем уставном капитале вложил леса где-то на 115 миллионов евро. И эти леса, в основном все, находятся довольно, ну, или далеко от города, например, под Лимбажей, или вокруг города, начиная с Царниковой, дальше Адажей, Балтазарс, идём дальше на Уогре, через Даугу-Даугмале, потом Олайне, потом Бабите, такое кольцо вокруг города с тем имуществом, которое принадлежит городу Риги. И Рига в этом плане очень уникальна среди столиц Европы. Есть ещё, например, Вена имеет примерно 40 тысяч, а мы 62 тысячи гектаров лесов, но у других городов такие имущества намного-намного меньше. Поэтому у нас уникальная ситуация, поэтому есть такое предприятие Рига с Межи, иначе бы, скорее всего, этого не было. И наша задача – уход за этими лесами, чтобы всегда они у нас были, чтобы они были качественными, чистыми, ухоженными, защищёнными. Ну и, конечно, чтобы мы из этого имущества имели. И мы имеем довольно много. Вот могу сказать, в этом году где-то около 4 миллиона евро поступает денег только в Ригу непосредственно через парки и сады, через Межи-Паркс и через те задачи, которые у нас есть по тем лесам, которые находятся в черте города. Так что предприятие ухаживает за лесами и, кроме того, зарабатывает. А зарабатываете как? Это лесопереработка или это продажа разрешения охотникам? Как это? Ну, вообще, виды заработать есть довольно много. Кроме того, их никогда… Всегда можно большее что-то найти. Но хребет нашего предприятия, конечно, это добыча леса, это кругляк. И у нас есть своя лесопильня под Огры, где мы перерабатываем часть кругляка уже в доске. В принципе, наша уже готовая продукция – это сухая струженная доска. Это уже, как сказать, материал для мебели. И где-то сейчас это 1 четвёртая часть из кругляка, которую мы имеем каждый год. Ну, хотим увеличить это количество до 1 трети. Поэтому, что там намного выше добавочная стоимость, и больше мы можем получить выгоды для предприятия и для города. Так что, один вариант получаем прямо с леса. Правда, мы в лес много возвращаем. Это посадка, это уход за лесами и защита. Вот могу такой факт сказать, что в этом году у меня около 2000 шин, резины автомобильные выбрали из своих лесов и отправили, так сказать, где им надо находиться, а не в лесу. И я думаю, что, к сожалению, сейчас есть сезон. Опять, когда мы меняем покрышки, мы этот результат намного улучшим, если можно здесь использовать, улучшить. А это делают, что-то удается вообще понять? Это делают, в принципе, вот эти автомастерские, которые хранят эти шины, или это индивидуальные? Я думаю, основном это индивидуальные люди, которые... Такие вот избавятся от старых шин. Засаряя леса. Избавляется не только от шин. Шин просто это такой шлагер на сегодняшний день, потому что этот вопрос до конца в стране не решен, как бить с этим шинами. И мы это очень хорошо чувствуем на себя. Совсем недавно, опять смотрю, в Фейсбуке появилась картинка из Иллия Калны, Огры, огромная куча стройматериалов каких-то, использованных, мусора. Ну, в таком красивом лесу выброшено. Конечно, мы приедем, мы это все уберем, но иногда я вообще не могу представить этого человека, который может приехать своим большим грузовиком в красивый, прекрасный лес и выгрузить это все прямо там. Это просто уму непостижимо, но, к сожалению, нам надо... Если с клумбами мы как-то решаем вопросы, и там общество становится мудрее и более аккуратное, то в лесах мы иногда встречаем ужасные вещи. Хотя, казалось бы, да, сейчас вот эта вся тенденция субботники, большая толока проходит, что наоборот люди выходят в лес, вот последние несколько лет, там, той же весной, вы ощущаете, вам становится легче, что люди просто приходят для того, чтобы убраться? Вы знаете, тут у нас есть двоякое отношение. Во-первых, мы сами каждый день это делаем. У нас есть специальное подразделение с транспортом, с людьми. А то приводят в порядок. Конечно. Если бы мы сдали только, когда один раз весной пришел, бы народ и нам помог. Вы бы заросли уже в грязи и мусоре. Да, бы нас уничтожили уже и мусор, и народ возмущенный. Единственное, что я хочу все-таки сказать, что в основном люди все-таки порядочные. Это основная масса приличных, хороших людей вокруг нас. И нам никогда не надо это забывать. Но есть вот какая-то часть, которая как ложка дегтя использует бочку меда. И, к сожалению, жизнь заставляет на них больше внимания обратить. Но в целом я хочу сказать, что люди очень хорошо себя ведут в лесах. Но вот те, которые приходят и сорят там… Это их меньшинство. Они меньшинство, но они беднее. И они больше доставляют нам хлопот и таких негативных эмоций, к сожалению. Так, по поводу заработка. Мы начали перечислять, что это лесопереработка. А вот специалисты есть у вас? Достаточно вам их? Мы их сами можем вырастить? У нас есть сельскохозяйственный университет в Елкове, который готовит специалистов. Или вы тоже ощущаете недостаток, как очень многие предприниматели говорят, что не хватает у нас специалистов? Ну, мы живем в той же стране и в тех же условиях, как все остальные. Но я вам скажу так, что нам всегда каждому надо посмотреть, что мы можем для этого сделать, чтобы в будущем… Сегодня уже день, так сказать, он уже есть. Но и когда мы видим то, что у нас сейчас не получается или где проблемы, надо смотреть в будущем, чтобы такого не было. Но я думаю, что Рига Смейджи в этом плане какую-то работу, может быть, это недостаточно, и, наверное, будем еще больше делать, делает, организуя свою зеленую школу. У нас есть зеленая школа в Огре, где четыре класса, и в каждом году там побивает несколько тысяч детей. И мне кажется так, что если из каждых сто детей, хоть один, после того, как придет в нашу зеленую школу, подумает о том, что, может быть, свою жизнь связать с лесом, это уже супер, не говоря о том, что каждый ребенок, который у нас, он узнает, что такое лес, как в лесу надо везти, что в лесу происходит, как организовано это хозяйство лесное в нашей стране и так далее. Но вот если мы, во-первых, создаем какое-то отношение к лесу, и еще кто-то из тех, которые к нам приходят, потом может подумать о своей профессии, то это тоже какая-то капля, которую мы, в общем, так сказать, струю можем от себя дать нашей стране и нашей отрасли. И я надеюсь, что это нам поможет. Но если мы говорим, скажем, о тех работниках, которые сейчас, есть определенные вещи или сектора, где нам не хватает работников. Это особенно в парках и садах. Сейчас нет механизаторов, нет тех людей, которые как бы основная профессия. К сожалению, это не очень высокооплачиваемая часть населения, но требование у людей довольно высокое. И я думаю, что очень многие люди, которые могли эту работу делать, они сегодня не в Латвии. И это проблема. Но если мы смотрим по другим профессиям, то те условия, которые создает Рига Смежи, мы полностью социально ответственны перед своими людьми. Мы, между прочим, 15 ноября опять пересматриваем свой коллективный договор с нашими работниками. Опять там есть вещи, которые мы стараемся улучшить для них. И люди чувствуют это отношение. И мы не можем сказать, что у нас есть особенно высокая текучесть кадров. У нас много таких людей, которые работают 10 и больше лет. У нас даже не хватает, у нас есть такая практика, те, которые отработали 10 лет, и круглый юбилей, мы им дарим часы ручные. У нас сейчас уже почти все этими часами ходят, поэтому надо придумать что-то новое. Можно по часам вычислить. Это говорит о том, что народ держится у нас и работает, и довольный, потому что те условия, которые мы стараемся создать, они приемлемы. Вот, например, была такая мечта лет 12 назад, когда мы начали работать, каждому лесничему дать свой автотранспорт, потому что их зоны ответственности 2000 гектаров и больше, и люди ехали на своих машинах, или бегали пешком, или кто-то на велосипеде. Вот в этом году мы это сделали. Наконец-то все наши лесничи с автотранспортом. Правда, у нас этот автотранспорт никакой шикарный, мы едем на Нивах основном, но, тем не менее, это новые хорошие машины, и Нива тоже нам служит неплохо. То есть, в принципе, она выдерживает эту нагрузку, да? И как раз она для того, чтобы в лесу работать. Нам не надо пошлить, в шоссе ехать, нам самое главное, чтобы лесничий мог в своем угодии там хорошо держать под контролем. Она проходимая, да, полноприводная. И у нас сейчас эти пикап, такие с небольшим, как небольшой грузовичок, потому что всегда у лесничего есть какие-то вещи, которые он должен иметь с собой, пилу и там триммер или что-то еще. Поэтому это очень здорово. И люди это оценивают, и людям нравится у нас работать. И у нас, когда возникает вакансия, а вакансия в основном возникает, когда кто-то из нас уходит на пенсию, то молодежь к нам идет, и я вижу, как меняется поколение. И я таким хорошим взглядом смотрю будущее. Это как те леса, которые мы сейчас за 12 лет посадили, уже выросли и очень красиво выглядят. То вот так и новое поколение, которое приходит в Рига с Межи работать в лесу, оно тоже уже дает такую уверенность в завтрашнем дне. Я по поводу высаженных деревьев тоже вопрос. Как человек с аллергией у меня есть корыстный момент по поводу березы, например. И вообще, когда срубается лес туда, вы высаживаете то, что там было исторически, или вы можете поменять лес, например, хвойный на зеленый или наоборот? Как это происходит? Ну, специфика рыжких лесов конкретно такая, что у нас в основном такая земля и такая почва, а это очень важно для того, что там растет, что у нас растет сосна. 70% всех наших 62 тысячи гектаров – это сосна. И там где-то немножко выше 10% ель. Ну и потом остальные, в том числе березы. Березы у нас очень мало. Вот березы больше, там в сторону Латгалии, там как раз меняется структура леса. Но у нас сосновый лес, и мы всё то, что если идёт вырубка, и пришло время собирать урожай, то вместо этого мы, как правило, сажаем то же самое. И у нас, например, питомник наш, где мы выращиваем до почти 3 миллиона этих саженцев, то основная масса – это сосна. И только немножко у нас есть ели, и совсем немножко березы, и ещё черная ольха. Так что у нашей леса были, есть и будут сосновые, те, которые вокруг Рыги. И березы мы очень мало сажаем. А по поводу грибов. Вот есть, например, сейчас сезон. Сезон в этом году был достаточно долгий, и есть, может быть, такой, ну, предрассудок или не знаю, вы, может быть, можете уточнить, что, например, в черте города лучше вот те грибы. У нас много лесов, действительно, там кто-то проходит по тому же межопарку, может что-то собрать, да. Их можно употреблять или лучше не стоит? Я думаю, что у нас среда не в такой степени заграждена, чтобы это так отражалось на грибе. Конечно, я тоже слышал о том, что, например, радиация как бы может больше проявляться в грибах, и это виднее. Но, во-первых, мне кажется, грибы очень быстро растут. Поэтому за это время вряд ли они могут что-то с воздуха взять. Ну, может быть, с земли, а почвы у нас, по-моему, довольно чистые. Я вижу очень много людей прямо под Ригой, в Риге, которые собирают грибы. Они собирали в прошлом году в этом, и до этого будет и в следующем. Нет, я такое впечатление не вижу. И то, что у нас все леса публичные, и мы всегда ждём всех добрых, хороших людей в наших лесах за грибами, за ягодами, или просто погулять – это факт. Так что смело приходите собрать и грибы, и ягоды. Председатель правления Рига Смэш, Жайвар Стауринш, у нас в студии. 6-7-212-93-9. 6-7-213-93-9. Буквально пару минут у вас остаётся для того, чтобы задать свой вопрос. Да, и мы надевайте, пожалуйста, наушники. Есть у нас звонок, мы сейчас будем его принимать. Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Так, сорвался звонок. 6-7-212-93-9, телефон прямого эфира. Ну что, может быть, будет? Да, есть вторая попытка. Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Да, просто. Мне вопрос к риге смежуруководству. Да. Почему у них рабочие, работают по 9 месяцев, а потом идёт безработными? И почему женщина, которая так заработала, в конце концов отпускается, и после рождения ребёнка так и не принимается на работу? Спасибо. Да. Я немножко удивлён вопросом. Я бы хотел тогда попросить этот вопрос конкретно. И, вы знаете, наш веб-сайт, все там телефоны есть, и имейлы. Хотел бы конкретно тогда с этим человеком переговорить, где эта проблема. У нас единственная, где похожая система была, это были питомники, потому что там очень выражена сезонность. Работа начинается в марте, кончается в ноябре. Но учитывая новое законодательство, по-моему, там и поменялось это отношение. И, между прочим, у нас в планах есть создание своего производства рядом с лесопильней. У нас много есть, так сказать, четвёртого качества материалов, которые хорошие, но которые, к сожалению, приходится продавать довольно дёшево. И мы хотим начинать производить какие-то изделия из этих материалов. И я как раз говорил с этими женщинами, в том основном, которые работают, питомники, это рядом географические, что они тоже хотели бы вот этот тихий сезон, там принимать участие в работе. Но это у нас в планах. Сейчас нельзя сказать, что уже это решено. Ещё один звонок примем. Доброе утро. Слушаем вас. Доброе утро, Йорст. Скажите, пожалуйста, отвечает ли Рига с Мэжи за состояние дорог, которые разбивают лесовозы? Например, район Базу-Спага-Стелавос. Спасибо. Да, конечно, мы имеем отношение к этому и ответственность. Но, правда, мы свою ответственность делегируем тем фирмам, которые нам предоставляют эту услугу. С Бабицкой, этим конкретным дорогой, по-моему, там даже сейчас несколько раз и грейдеры прошли, но вы видите, какие условия сейчас погоды. Иногда бывает так, что кто-то проехал, испортил дорогу, но сразу нельзя исправить. Поэтому по Бабицкой мы в курсе. Там есть один участок, который проблематичный. Мы работаем и с Бабицкой уездом, и с этими автотранспортниками. Если мы кому-то создали таким образом неудобство, мы очень извиняемся, но мы всегда стараемся все те дороги, которые используем, и свои лесные дороги, и те, которые относятся к самоуправлениям другим, держать в хорошем состоянии, но бывает по-разному. Сейчас сезон новогодний уже вот-вот скоро, и какие есть возможности у рижан? Знаем, что каждый год позволяется какое-то количество деревьев срубать. Где это возможно сделать? И где в этом году будут главные елки для Рики? Ну, начну тогда с конца, потому что это более приятно ответить. Главная елка города, и несколько их будет, они опять будут найдены, скорее всего, в Тирельском районе, в Тирельском нашем лесничестве. И в прошлом году мы там их находили, и там как раз есть то место, где у нас больше всего ели растут, и они очень красиво вырастают. Уже, по-моему, 21 ноября мы с мэром города поедем, посмотрим. У нас есть традиция, как это все там растет, и которую елку мы выберем. В этом году мы хотим пригласить детский хор, потому что готовимся к уже несколько раз упомянутым праздникам песни следующего года. Насчет елки для дома. Мы, как всегда, к сожалению, довольно строго говорим, что в рижских лесах идти и взять елку нельзя. Это государственные леса разрешают. У них леса находятся намного дальше города, и у них нет такого давления со стороны населения, которые хотят свою елку. Мы, например, в своих лесах практически елочки, хорошая макушка, очень редко можем найти, потому что, несмотря на все запреты, люди едут и стараются все-таки свою елку найти. Мы, правда, за этим следим, контролируем и беседы проводим, но у нас есть альтернатива. Мы сейчас готовимся, может быть, через пару лет уже будет готова наша посадка онлайн, где мы лет четыре назад посадили елочки для того, чтобы там представить возможность людям прийти самым и выбрать свою елку для Рождества и на Новый год. Но пока эти елки еще растут. А вот по поводу выбора елки, это вот вы пойдете с мэром господином Буровым в этом году выбирать, или вы выбираете уже до этого какой-то отбор и уже показываете, например, топ-5 елок, которые могли бы пройти отбор? Я думаю, что если я господин Буров сегодня предложил, что давайте пойдем сейчас неделю или две походим по лесу и поищем, где эта самая лучшая елка, он бы на меня смотрел странными глазами, учитывая то, чем он сейчас занимается. Поэтому, конечно, мы проводим определенную работу. Мы елки начинаем искать уже летом. Это не так просто, потому что нам нужны елки, которые красивы со всех четырех сторон. У нас очень много есть так называемых угловые елки, которые красивы с трех сторон, но вот ее только в угол поставить. Поэтому это огромная работа, которую проводят лесничие. Ну, а потом из кандидатур, которые уже подготовлены, ну, тут уж мер как раз выбирает. Тут последний этап зависит от него. А вот эта елочка, которая была посажена, вместо первой елки, которая была срублена, потому что каждый год срубают елку и сажают. Вот как у этой первой елки дела? Вы за ней следите? Вы знаете, да, это у меня есть такая привычка, или не знаю, как по-другому назвать, что уже 12 лет, как я участвую в этих мероприятиях, по поиску елки для Домской площади, для Ратушной, то когда мы первый раз посадили вместо этой большой елки, маленькой, мне казалось, это довольно символично только. Ну, посадили так, чтобы, вот видите, мы сажаем, но тут конкретно в сам мэр посадил. И я через год, потом через два, и вот уже через, сейчас скоро поеду, опять посмотрю, эти елки растут. И так красиво они растут. И я вам скажу, даже иногда трудно найти это место, потому что уже много этих елок мы брали. Но там, где я эти места знаю четко, особенно хорошо помню первую елку, которую мы с господином Бирксом еще, если помните, был такой мэр, а я начал при нем работать. Мы тогда искали его в Оландском лесничестве, и это была такая очень красивая 50-летняя елка, то там вокруг эти маленькие елки прижились, они уже выросли выше моего роста. Возможно, через какое-то количество лет появится первая елка, которая была посажена на Домск. Это фантастика, если так бы было. Спасибо. Спасибо большое. Председатель правления Рига Смажаев. Артарунич был у нас в студии.